Динамо 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 Полузащитники Политевич Веретило Багура Залевский Николич Адам Иштасевич, Удоджи и пускай будет Корзун. Нападение будет Фигереда. Спасибо. Миша, твоя ставка на стартовый состав Белшины. Ну, с вашего позволения я хотел попросить программкой воспользоваться. Ну, подсмотреть не страшно. Кстати, Михаил, наверное, решил не только наш приз забрать, но еще и за билеты на хоккей побороться. Ну что ж, его право. Давай. Итак, в воротах Андрей Щербаков, защитники Шагойко, Рожков, Коршакевич, Бобух. В полузащите Никита Букаткин, Багунов, Ференчак, Кополовец. И в нападении Родригес. Ну, впрочем, я думаю, один человек будет в нападении, убил в этом матче. Назову еще одного полузащитника, например, Хелькевича. Ставки сделаны, расклад ясен. Осталось дождаться конца игры. А до этого соблазнили меня хоккеем и пойду куплю тоже программку. Динамо помнит своих ветеранов. И поэтому в каждом домашнем матче право ввести мяч в игру принадлежит одному из динамовских ветеранов. На этот раз игру начал Леонид Яраховец. Затолкали мяч футболисты Динамо. Быстрый гол проводит Динамо. После подачи Стасевича Удожи отправил мяч в сетку ворот, хотя больше это было похоже на коллективное его заталкивание. Футболисты Белшины спорят с судьей и не согласны с засчитанным голом. Не прошел бесследно для Ференчика гол Динамо. Сергей продолжает игру в повязках. Совсем немного не хватило Артему Быкову, чтобы удвоить преимущество Динамо. Отвел Щербаков угрозу и перевел мяч на угловой. Угадывается почерк Журавля в действиях Динамо. Однако главная команда дает результат и пока что особой работы у Гутера нет. На тракторе привычно немного людей и даже успешное выступление Динамо не сподвигает народ на поход на стадион. И выступление Динамо привлекает внимание зрителей. За забором их столько же, сколько и на трибунах. Ну, конечно, стоя и издалека смотреть намного удобнее. Опускает возможность Белшина сравнять счет. Что ж, пока не судьба. Справляет Щербаков с дальним ударом Фигереда и не дает мячу попасть в ворота. Неожиданно в стартовом протоколе мы в числе запасных Белшины обнаружили Александра Алумону. Какое-то партизанское возвращение в высшей лиге. Сергею Павлюковичу тяжело сохранять спокойствие во время игры Белоголубых. Он то и дело подсказывает и корректирует действия игроков. Перенчак пробивает штрафной удар и поражает ворота Гутера. Вот и прервалась сухая серия Александра. Остро действует Динамо в концовке первого тайма. Белшине срочно нужен перерыв. Первый тайм завершен. Счет на табло ничейный, но мы увидели два гола. И пока играет ставка Михаила на исход поединка. В перерыве Динамо развлекает публику конкурсом. Болельщики и зрители пытаются забить Сергея Югнатовича и выиграть ценный приз. Мобильный телефон. Активно начали второй тайм Динамовцы. Ничья их сегодня точно не устроит. Тем более за игрой наблюдает Юрий Чиш. На 55-й минуте матча голос подали бобруйские фанаты. Наконец-то они решили поддержать свою команду. Щербаков уже в который раз выручает свою команду. Интересно, хватит ли сил до конца матча с таким напором Динамов? Второй раз в матче исполнение штрафного приносит свои результаты. На этот раз дивиденды достались хозяевам. Игорь Стасевич выводит свою команду вперед. Появился на поле вместо хлебосолого Алумона. Глядишь, Александр захочет проявить себя сегодня и поможет Белшине. Белшина изо всех сил пытается забить и идет вперед, оголяя тылы. Это может быть опасно. Стасевич сделает дубль в матче. И Белшина становится в разы сложнее спасти игру. 10 минут остается до конца игры. И, к счастью, опасения, что игра пересечет в мирное русло, не оправдывается. Динамо жаждет разгрома соперника. Завелась публика. Откровенно ей нравится динамичная игра. Хлестко пробил шагой, но безопасно для динамовских ворот. Заводит Динамо счет по разгромному. На этот раз отмечается Диаманты. Разносится над трактором громогласная Динамо. Сегодня действительно команда заслужила авиации. Нужно отдать должное Белшине. Несмотря на безнадежность ситуации к концу матча, она не оставила попыток забить. Матч завершен. Динамо уверенно выигрывает и кладет в копилку тречка. Торопимся за эмоциями. Игорь, поделитесь с эмоциями, пожалуйста, после игры. Только положительные эмоции. Победа. Крупная первая. Четыре мяча забили. Только положительные. Конечно, есть небольшая ложка декции. Это пропущенный гол. Но в футболе не бывает, чтобы все время не пропускать. Поэтому все равно довольны. Немножко екнуло, когда Белшина смогла сравнять. Ну да, мы как-то перестали, наверное, играть. Не то, что перестали играть. Чуть сбавили темп. Инициатива перехватила Белшина. И пропустили этот мяч. Ну, во втором тайме перерыве поговорили. Во втором тайме сыграли лучше. Вот хотелось бы узнать, что все-таки Владимир Журавель в перерыве сказал команде? Ну, сказал, чтобы играли агрессивнее. Напористее впереди, сзади построже. В принципе, так и сыграли. Еще вот такой вопрос. После того, как счет стал 3-1, команда не сбавила обороты. Шли вперед. Очень хотелось довести до разгромного? Не знаю. Просто игра, наверное, диктовала так, чтобы мы шли вперед. Спасибо большое. С победой. Спасибо. Всего хорошего. Подведем итоги конкурса прогнозов. Исход поединка, равно как и автора забитых мячей Стасевича, правильно угадал Максим. Также он был прав, предсказывая, что именно Минская Динамо откроет первым счет в матче. Ни одна ставка Михаила не сыграла. Таким образом, посчитываем баллы и получаем победителя. Им стал Максим Беленький. Поздравляем, Максим. Держи подарок. Максим, делись эмоциями. С лотерейным номером 230. Держи и участвуй в розыгрыше хоккейных билетов. Спасибо. Миша, ну а что ты, пролетел со всеми ставками? Ну да, так получилось. Ну конечно, Сашу Гутера действительно жалко, парень хороший. Но я считаю, наоборот, хорошо, что Белшина сравняла счет, тем более таким красивым ударом. Потому что дальше мы посмотрели очень классную игру. И я считаю, что игра удалась. И не зря пришли на стадион, самое главное. И у тебя на какое-то время при счете 1-1 была надежда на победу, да? Ну да, возможно. Хотя я, наверное, совсем не угадал со стартовым составом. Но тем не менее, игра получилась и я рад. Спасибо, ребята, за участие. Участвуйте еще. Спасибо. Спасибо. Белшина капитулирует перед мощью Минского «Динамо», которая сохраняет за собой лидирующую позицию в чемпионате. Достойное эмоциональное продолжение кубкового финала. С вами была Кристина Козел. Программа «Козел про футбол». Смотрите нас, ставьте лайки и записывайтесь на участие в нашем конкурсе прогнозов на матч седьмого тура национального первенства «Гомель-Днепр». Программа «Козел про футбол».